Нужно, когда вы выбираете себе мечту или цель, преданно верить в эту мечту, что это Богом дано. Просто преданно верить. И потом быть преданным своему выбору. Я повторю, быть преданным своему выбору и не сдаваться. По пути будут ошибки, по пути будут неполадки, по пути будет трудно. Но помните, что успех похоже на золото, которое надо копать, как жемчужина, которую надо под океаном поднимать, как нефть, которую надо копать. Ничего ценного на поверхности нет. Любой успех, любой именно выдающий успех, его надо докопаться до него. Пожалуйста, внимание обратите. Это похоже на это. Надо докопаться до него. Надо очень глубоко докопаться. Легко не удается. Ничего ценное в этом мире легко не удается. Не верьте в этом. Это действительно так. Но когда ты не сдаешься, докопаешься, дойдешь до конца, ты реальные результаты добываешься. Реальные результаты. Каждый раз убеждаюсь в этом. Постоянно убеждаюсь об этом. Сейчас изучаю миллиардные компании, как стали миллиардерами. Вот это стандарт ойл изучал, Рокфеллер. И вы знаете, когда они в Саудовскую Аравию начали прийти, три года все искали, не нашли нефли. И все бросили, ушли. И эта компания была с этим шейхом, который этот, Саудовская Аравия, была еще договорена, что он дает ему лицензию от поиска нефта только в том условии, если он дополнительно просто колодец для води, для народа копает. Он везде копал, копал, копал. Три года не нашли нефть. Руки отмывались, сказали, все, уйдем. Все, уйдем. Ничего нет. А потом, поскольку надо было по условию договора, то есть у них был контракт, разрешено, чтобы он поиск нефть занимался. И тогда один из его пунктов был, что воду, просто пятовую воду. Когда уже три года искали, не нашли нефть, собирались уехать. И в этот момент в Бахарайне компания «Шелест», он нашел Акаса нефть. И они поехали туда, посмотрели, несколько вещей, чтобы раскладка земли видеть. Ну, узи отчаявшие хотели собраться, уехать. Когда вернулись, это шейх арабской Сауды говорит им, но вы же меня обещали, что по условиям контракта, что бурите воду. Они пошли бурить воду. А чтобы бурить воду, внимание обратите, просто приблизительно. Пошли, там был один, как называется этот, где раньше этот колодец. Пошли туда один колодец, который раньше эти караваны просто пили воду, но она уже высохшая была. Заброшенный, высохший колодец. Но он был очень глубоко. И были маленькие вот это, типа это, как называется, которые в горах делятся, маленькие дорожки, как их называют? Тропинки. И чтобы верблюди спустились туда вот так, вот так, туда на этот колодец. Но она была высохшая. Просто они пошли туда анализировать, можно ли туда воду копать заново. И когда спускается за водой, попитается воду и вдруг видит расклад земли. Похоже на те слои, которые барайн. Обычно земля слоями двигает. А, значит под него есть. Заново возобновили, начали копать и нашли огромные нефти. И с того дня до сегодняшнего дня, тогда тот момент президент Америки написал, что Саудовская Аравия самая политическая земля для Америки. И с того дня так и получилось. С того дня так и получилось. С того дня. Потому что они управляли всей нефтой, которая в этой регионе. А нефть управляли миром. Потому что все связано с нефтью. Транспортовка, доставка. Все же нефть, все продукты питания, все подорожает. Это все взаимосвязано. Почему я этот пример вам рассказал? Копать, копать. Очередной раз. Не останавливайся. Не останавливайтесь. О! Вы знаете, другие компании бросили, ушли. А вот эта компания... Смотрите, два урока можно брать из этого примера. Первый урок. Он просто не сдавался. Продолжал. А второе. Он начал что-то делать для народа. Кто начал понимать? Причина стала поиск воды. Кто мне понял? Именно причина стала поиск воды. И когда они это делали, они пришли, возобновили свой контракт. А поиск нефть заново. Другие компании бросили, ушли. Они много денег потратили, бросили, ушли. А стандартует нет. И он стал самим гигантом тут. Он и так, и так был в территории Америки, и так, и так, и так был. Но тут еще потом стал самим большой гигантом. Это пример, сильный пример, что никогда не надо останавливаться, сдаваться только потому, что не все идеально. Надо продолжать. Это важнейшая вещь, оказывается.